Здравствуйте, уважаемые телезрители, я Святослав Савенков, рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся». Данный проект мы, Одинцовское телевидение, делаем совместно с общественными организациями. Вместе с ними, а также с вами, уважаемые телезрители, мы стараемся вместе разобраться с наиболее важными и актуальными вопросами в жизни Одинцовского района. Сегодня мы поговорим про детское здравоохранение, многодетные семьи, некоторые вопросы социальной защиты этих слоев населения. Если у вас имеются какие-либо вопросы, предложения, мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 508-86-84. Звоните, постараемся вместе во всем разобраться. Наши гости сегодня, как всегда, представители Общественной палаты Одинцовского района Светлана Геннадьевна Налепова. Добрый вечер. Светлана Геннадьевна, ответственный секретарь Общественной палаты. В общем-то, все наши зрители это уже должны по идее знать. А также Марина Владимировна Вербивская. Добрый вечер. Добрый вечер. Марина Владимировна, консультант-эксперт, также наши районы Общественной палаты. Светлана Геннадьевна, наверное, первый вопрос к вам, потому что, как ответственный секретарь, вы, в общем-то, знакомы с практически любой темой, с которой работает сегодня Общественная наша палата. Вот в целом детское здравоохранение, в принципе, на сегодняшний день, как в нашем районе себя чувствует? Если действительно с ребенком, не дай бог, что-то не так, то нет ли проблем в плане лечения, получения курса и так далее, и так далее? Вопросов очень много, особенно в поселениях, которые удалены от Одинцова. И мы сейчас проводим и круглые столы, и встречи, и даже встречи в министерстве с главврачом. И, наверное, встречаемся чаще, чем по каким-либо вопросам. Извините, Московскую область вы имеете в виду министерство? У нас управление есть, 10-е территориальное представительство министерства. И у нас уже есть чуть ли не прямые контакты по разным вопросам, которые существуют. У нас очень сильно сейчас, можно сказать, горит и гудит лесной городок. Он сейчас как бы у нас активный по разным вопросам, в том числе и по здравоохранению, и по другим поселениям тоже большие вопросы. Пока, наверное, даже на первом месте сейчас, несмотря на то, что наступила весна, мы всегда говорим, вот ЖКХ. Нет. В этом году наиболее такие тревожные вопросы – это вот в сфере здравоохранения. Может быть, это означает, что ЖКХ у нас стало лучше, но по дорогам мы это не видим сейчас, да, как раз, куда все растаяло. Но здравоохранение сейчас стало прямо на первое место. И благодаря тому, что у нас сейчас в составе много представителей общественных родительских организаций, эти вопросы мы сейчас переводим на системный уровень. То есть мы понимаем, какие проблемы в каких поселениях, и наиболее актуальны, и их поднимаем, с ними выходим. Сейчас у нас мы… Светлана Геннадьевна, извините, а можно вот какую-то конкретику? Вы сказали, вопросов много и по поселениям в основном. А что-то конкретное, что не так? Ну, сейчас самый горячий вопрос у нас в Лесногородской амбулатории. Там наконец-то начали делать ремонт, но проблемы с вентиляцией. И сейчас мы разбираемся, так как уже подключались к этому вопросу до ремонта, сейчас разбираемся, что же все-таки не сделано было, и какие меры нужно принять для того, чтобы устранить этот вопрос. Потому что пока еще ответа конечного нет. Вот прямо на данный момент. А в общем и целом для наших зрителей можно ввести в курс дела, что не так там с амбулаторией и вообще какая с ней сложность? В Лесном городке есть амбулатория, как во многих поселениях нашего Одинцовского района. Поликлиника, к сожалению, еще не скоро построится в этом поселении. И амбулатория, складывался долго ремонт, вопрос был проблемы с финансированием. И сейчас уже, когда совсем стало тяжело, получилось с ремонтом. Благодаря нашему министерству и центральной районной больнице подключили средства, выделенные, и ремонт проводится. Причем проводится одновременно, амбулатория проводит прием жителей и одновременно проводится ремонт. То есть частично закрывается. В связи с тем, что сейчас как бы середина амбулатории закрыта, с вентиляцией огромные проблемы, еще хуже, чем, наверное, было раньше. И когда мы обращаемся к органам власти, мы понимаем, что в связи с тем, что левая часть с вентиляцией хуже всего, и там как раз детей принимают, потому что дети после приема выходят все мокрые. То есть особенно сейчас в холодное время года там работает отопление, но при этом нет движения воздуха, правильно? Да, да, да. И понятно, что она перекрыта из-за ремонта, но когда мы начали разбираться в этом вопросе, оказывается, вентиляция там в принципе неработоспособна. И вот сейчас вот мы разбираемся. Это вот с этим вопросом. Сейчас очень актуальные вопросы задают родительские сообщества по рецептам. Наверное, многие, я надеюсь, знают, что детям до трех лет врачи должны, педиатры, выписывать рецепты бесплатные. По бесплатным рецептам они получают лекарства, там ОРВИ, еще какие-то диагнозы, там достаточно большое количество перечень. А для многодетных даже до шести лет. И родители жалуются на то, что эти рецепты на самом деле не выписываются. Я даже по себе могу сказать, да, есть такая проблема, потому что я вот с тремя детками сама рецепт получила бесплатный один раз только. Ну, педиатры мне получил. А с чем это связано? Ведь по идее, если выписывает, я правильно понимаю, врач рецепт, то хотелось бы уточнить, кто непосредственно выдает лекарственные средства? Аптека выдаёт по рецепту. Аптека выдаёт по рецепту. При лечебном учреждении или аптека вообще любая коммерческая? Нет, есть специальные аптеки, где по бесплатным рецептам выдаются лекарства. Дело не в том, наверное, чтобы получить по рецепту лекарства, хотя часто не бывает. А почему же не выписывают их? Потому что с учётом, что у нас есть электронная очередь, в большинстве амбулаторий, поликлиник, есть ещё живая очередь. И, соответственно, время обслуживания на пациента у врача очень небольшое. И таким образом вот этот диалог, он сокращается, он просто не успевает, как же объясняет нам соответственно министерство. Но сейчас мы уже договорились, что всё-таки будет проведена работа с педиатрами, и этот вопрос уже поставят на системный уровень и будут решать. Ну, то есть, хотелось бы понять, тут абсурд получается в том, что человек приходит, обычно, понятно, родители приходят с детьми, правильно? Говорят, вот у моего ребёнка такие-то симптомы – насморк, кашель, болит горло и температура. Мы думаем, что это ОРВИ. Не могли бы вы выписать ему средство? На что они получают ответ, что, ребята, извините, 5 минут. Нет, отказа… Просто разве врач не может за 5-10 минут понять хотя бы базовые такие моменты? Проблема не в том, что врач не хочет выписывать. Если пациент попросит, он обязательно выпишет. Проблемы в этом, в отказах как раз нет. Нет жалоб на отказы. Есть жалоба на то, что педиатр не предлагает. Понимаете? То есть, родитель не знает, что его ребёночку до 3-х лет положены бесплатные лекарства, да, какие-то, по какому-то перечню, для многодетных до 6-ти лет. А педиатр не предлагает. Отказов как раз у нас жалоб, по крайней мере. Но разве нельзя эту ситуацию, получается, разрешить банально, да, вот инструктированием педиатра? Да, вот сейчас как раз министерство проводит эту панда, да, по нашему предложению. То есть, ситуацию, в принципе, понять можно. Люди работают в стеснённых условиях, я имею в виду непосредственно педиатров, да, время ограничено, постоянно новые требования спускаются с самого верха о том, как вести приём, где вести и так далее. Понятно, что люди, конечно, многие и на взводе, кто-то просто утомлён и так далее. Но ведь это наше здоровье, правильно? И в конечном счёте, именно от педиатра зависит в большинстве случаев лечение обычного среднего такого россиянина. Да, и, конечно, хотелось, чтобы зрители знали, что это положено, и эту меру можно запрашивать. И никто отказать не имеет права. Уважаемые зрители, я напомню, мы сегодня говорим о медицине, преимущественно о медицине детской. Чуть позже поговорим о многодетных семьях, социальных разных вопросах. Если у вас есть какие-либо вопросы, предложение 508-86-84, это наш телефон прямой связи, мы работаем в прямом. Опять же, в эфире ждём ваших звонков. Ну что же, хотелось бы уточнить тогда по поводу такого достаточно громкого, в общем-то, дела, истории. В Никольском сельском поселении не так давно, насколько я знаю, прошёл круглый стол. Как раз-таки предпосвящённые вопросы, в том числе и детского здравоохранения. Марина Владимировна, знаю, что вы на нём присутствовали. Расскажите, что это вообще было такое. С удовольствием. Мало того, что присутствовала, я стала одним из инициаторов проведения данного круглого стола. Собственная инициатива вышла непосредственно из сельского поселения Никольское, от многодетных семей и многодетных семей городского поселения Кубинка. Дело в том, что мы проживаем достаточно далеко от нашего административного центра, от Одинцова. И ряд вопросов просто остаётся без решения, потому что нам порой некогда, порой нет возможности или нет понимания, куда обратиться за решением или за объяснением какой-либо из проблем. Когда появилась идея проведения круглого стола, некоторые её восприняли достаточно невозможной. Но, тем не менее, мы отправили приглашение в различные административные управления, в министерства. И все без исключения к нам приехали с большим классным составом. И 27 февраля порядка 40 человек приняло участие в круглом столе в сельском поселении Никольское. Для нас это стало очень приятным событием, очень зажгло сердца многих наших семей. Мы надеемся на решение наших вопросов, ряд из которых уже действительно решился непосредственно на столе. И сейчас мы контролируем исполнение других вопросов. Помимо здравоохранения, которое очень объективно для всех наших родителей, ввиду закрытия поликлиники в старом городке, ввиду очень большой нехватки специалистов детских, ввиду того, что у нас есть дети-инвалиды, которые нуждаются в отдельном, конечно же, обслуживании. И это очень большая проблема в нашем районе. Наши гости дали нам исчерпывающие ответы на все вопросы, обнадежили. Мы ждем открытия новой поликлиники. Это очень классная новость для нас. Марина Владимировна, в целом у нас с медициной сейчас достаточно подвешенная в стране ситуация. В прошлом году были на 33% сокращены расходы вообще на медицинскую сферу. Вот в связи с теми сложностями, с которыми вы столкнулись, как именно вас обнадеживают, что обещают? И вот если можно чуть-чуть поконкретнее, какие именно у вас сложности эти возникли? Ну, во-первых, у нас нет абсолютно никаких специалистов детских, кроме педиатров. Нам пообещали... А педиатры общего типа именно детские или взрослые и детей тоже принимают? Нет, 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 специализированные, да. Такие специалисты не могут быть совмещены, и их в целом большая нехватка, поэтому у нас есть очереди. И в периоды, когда эпидемии простудных заболеваний, очень сложно дождаться своего приема. Это также связано с тем, что сельское поселение достаточно имеет большую территорию, чем, например, городское. Поэтому педиатры уходят больше времени на объезд своих территорий. Во-первых, нам разъяснили, что есть службы при скорой помощи, которые могут выехать, например, если у вас не срочный случай. Как правильно называется? Какой-то облегченный вариант. Да, какой-то облегченный вариант. Но в целом, да, он вполне является прекрасной альтернативой. Если нам нужна помощь не прямо сейчас, а в течение дня, например, то мы можем вызвать специалиста из больницы скорой медицинской помощи. Вместе с этим нам пообещали открыть ставку детского невролога в течение месяца или полутора в ближайшее время. И при этом очень больной вопрос о том, что в больнице Никольской будет открыта детская поликлиника. Там сейчас уже ведутся ремонтные работы. И мы все очень ожидаем, потому что там будет достойное помещение большее, которое может принять большое количество людей. Потому что даже в нашем сельском поселении Никольская не все дети могут ходить в старогородскую поликлинику, старогородковскую. А вынуждены ехать в поликлинику Кубинка. Это достаточно далеко. В моем случае это 15 километров от дома. Очень некомфортно. Теперь это будет достаточно ближе. И я надеюсь на более комфортные условия, на современное здание, современное оборудование. И возможность расширения еще специалистов. Скажите, пожалуйста, по ходу этого круглого стола данные обещания, они как бы остались в устной форме? Или вы их как-то закрепили? Может быть, подписи были какие-то поставлены? Составлены акты, протокол этого круглого стола. А как вот именно административно все проходило? Дело в том, что эти обещания в целом не были ни для кого секретом. Просто не все мамы о них знали. Но работа по открытию поликлиники уже ведется. И подписи никого не брали. Но контакты... Наверное, в общем, в любом случае по круглому столу составляется протокол. И он рассылается всем участникам. И все понимают, какие решения были приняты. Это же все фиксируется. Это обычный документ. То есть в целом сомнений никаких нет. С вами встретились, поговорили. И, в общем-то, вы верите, да? Правильно, что все будет хорошо? У нас потом уже после этого были встречи. И есть общие вопросы, которые в Никольском мы озвучили. Например, по поводу... Я не знаю, может быть, зрители тоже как-то откликнутся по этому вопросу. По поводу, если врач по вызову к вам выезжает, фиксируется ли этот вызов в карте ребенка. То есть есть ли это в истории болезни. Я просто знаю, что и по себе знаю, и как бы по другим, что не фиксируются эти сейчас. В Никольском оказалось, допустим, только откликнуть зрители, что тоже нет. Очень важно, особенно это для детей с ограниченными возможностями. Они получают какие-то документы, оформляют по инвалидности. И это очень важно понимать, что происходит. И, соответственно, наши ОРВИ не фиксируются в картах. Сейчас эти вопросы проверяются. Прямо по нескольким случаям. Тоже министерством. Если вы тоже считаете, и у вас есть такие случаи, обязательно обращайтесь к нам. Будем проверять и показывать министерству, что не все у нас выполняется. Что хотелось бы сказать? Ну что же, на данном круглом столе непосредственно присутствовала съемочная группа нашего телеканала. Моя коллега Анна Прехина освещала это событие. Я сейчас предлагаю вам, а также нашим телезрителям, освежить в памяти, как все это проходило. Многодетные семьи городского поселения Кубинка и сельского поселения Никольская давно ждали этой встречи. Оно и понятно, ведь с ребенком добираться до районного центра далеко, а решать вопросы необходимо. Одной из самых важных тем для обсуждения стало медицинское обслуживание многодетных. Мамы поделились проблемами, с которыми приходится сталкиваться. И предложили свое видение их решения. У нас нет реабилитационных центров, где можно пройти реабилитацию. То есть ЛПК, массаж, физиопроцедуры, возможности бассейна какие-то, логопеды, психологи. То есть ничего. Остается открытым и вопрос по поводу Старогородковской детской поликлиники. По имеющейся у родителей информации, ее собираются закрыть. Участникам круглого стола пояснили, что планируется делать в ближайшее время по этой теме. Это здание, оно включено в государственную программу развития здравоохранения на ремонт. Но вы сами понимаете, что даже на период проведения ремонта, и в любом случае, здание, которое не соответствует ни по коммуникациям, ни по нормам площади, современным требованиям. Мы там были не один раз. Мы проводили встречу с мамами. Поэтому, конечно, планируется перевод. В ходе встречи прозвучало предложение активным родителям объединиться в общественную организацию для эффективного решения насущных проблем. Было бы очень здорово, если бы, ну, во-первых, родители соберутся, как и делают у нас в Одинцово, очень активные родители. Они соберутся здесь и организуются. И мы поймем, что вообще происходит с этими детьми. Есть дети лежачие. Мы каждый год их поздравляем. Мы знаем их. Мы лечим. Но я думаю, что это было неплохо начать, как первый пилот здесь, Кубинка и Никольская. А потом, может быть, двинется, можно там, Голицын, Малые Веземы. Да, потому что район достаточно большой. Обсуждаемыми темами также стали распределение бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря, качество образования, жилищные условия многодетных семей в Кубинке и Никольском, вопросы поддержки семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, выдача земельных участков и проблемы их освоения. Ну что же, вот такая встреча не так давно прошла в Никольском. Я напомню, мы сегодня говорим о детском здравоохранении, о социальном обеспечении, о многодетных семьях. Если у вас есть какие-либо вопросы, предложения, звоните 508-86-84. Ну что же, давайте продолжим. Дети-инвалиды. Тема реально очень непростая. И в частностях мы, в принципе, время от времени ее обсуждаем. И Светлана Юрьевна Исаева, плотно работавшая и продолжающая работать по этому вопросу у нас нередко бывает. Но тем не менее, хотелось бы уточнить, раз уж мы о Никольском заговорили, сложность, получается, даже возникает у родителей простых детей. А вот что говорить о детях, которым требуется особая забота, особое внимание. Марина Владимировна, вот к вам, как местному жителю, этот вопрос. Как все-таки дела сегодня обстоят с реабилитацией, с условиями содержания детей, соответственно, в образовательных учреждениях в целом? Ну, достаточно сложно. Одним из, наверное, преимуществ нашего поселения является наличие в нем коррекционной школы «Гармония». Это прекрасная школа с прекрасным коллективом, которая сегодня может принять большое количество детей. Однако, часть детей вынуждена учиться на домашнем обучении. Они не посещают школу постоянно. Часть детей посещают школу один или два раза в неделю. После школы детям заняться нечем. У нас очень большие сложности с какими-либо досуговыми мероприятиями. У нас практически отсутствуют парки с доступной средой, в которых родителям таких детей было бы комфортно проводить время, комфортно и интересно. Поэтому еще на этапе подготовки круглого стола от всех родителей мы слышали только одно – нет реабилитации, нет досуга. Нет реабилитации, нет досуга. Достаточно большая проблема, которую Светлана Юрьевна Исаева предложила решать совместно. Мы решили с мамой помочь объединиться в сообщество, где мы встречаемся теперь еженедельно и диагностируем различные проблемы. Мамы находят очень много тем общих для общения, касающихся и школы, и медицины, и рекомендуют друг другу каких-то специалистов, понравившихся им, и вместе решают какие-то вопросы. Вместе с этим мы сейчас готовим обращение в Росздравнадзор с просьбой об открытии каких-либо реабилитационных программ на базе санаториев, которые находятся в Одинцовском районе, которые есть, но не предоставляют программы для детей с ДЦП. Вместе с этим на территории школ, где есть бассейн, и точно так же они простаивают во второй половине дня, мы хотели бы, чтобы там обсудили возможность об открытии секции для таких детей. У нас даже есть тренер, который умеет работать, который имеет нужную квалификацию, поэтому общаемся с мамой еженедельно, очень много вопросов, помогаем им решать. Скажите, пожалуйста, пока мы дальше уже не ушли по этой теме, непосредственно с руководством этих учреждений, например, про бассейн вы упомянули, уже были какие-то контакты, или пока просто готовите базис среди, скажем так, единомышленников? Да, контакты были, об этом нам рассказывают родители, но контакты в прошлом не давали должных результатов, поэтому мы сейчас будем как-то системно и с помощью общественности просить об этом, потому что это очень важные вопросы для наших семей, семей, которые практически дома сидят и воспитывают своих детей, не выходя из дома, дети растут, и это очень грустная история. Мы за инклюзивное общение, мы приглашаем детей в какие-то общие мероприятия, и это очень классно реализуется сегодня в Одинцовском районе, в Одинцово, практически, я так понимаю, лидер, да, в нашей Московской области по именно инклюзивным мероприятиям, по вниманию детям-инвалидам, и, конечно же, наши дети тоже в нем нуждаются. Будем реализовывать программу именно на наших местах, стараться максимально, возможно. Марина Владимировна, Вы еще упомянули программу «Доступная среда», это, я так понимаю, губернаторская программа, которая не первый год у нас действует в Московской области, опять же, если не ошибаюсь. Хотелось бы уточнить, что она, в принципе, в себя включает, насколько я понимаю, это пандусы и так далее, верно? Да, есть различные средства, которые необходимы людям с различной инвалидностью, да, то есть есть какие-то истории с слуховыми устройствами, есть кнопки, установленные в туалетах. Дело в том, что только в современных зданиях сейчас у нас останавливается полноценная современная среда, но это не всегда возможно, если мы говорим о домах, в которых живут наши семьи. Поэтому на столе был диагностирован, например, один вопрос, где ребенку, где семье выделили место для хранения коляски, потому что ее невозможно поднимать наверх, но ребенка можно в целом спустить с помощью родителя вниз к этой коляске. Помещение выделили с удовольствием, наверное, галочку поставили в том, что программа «Доступная среда» реализована, но оно не соответствует санитарным нормам. И, как выяснилось, много разных подробностей на круглом столе, и администрация городского поселения Кубинки уже активно принимает решение, принимает участие в решении этого вопроса. Вопрос решается, мы общаемся с мамой, фотографируем, правда, сход проведения работ, такие есть проблемы. — Светлана Геннадьевна, вы хотели что-то дополнить, я так понимаю. — Ну, вопросов много было, да, мы сейчас на здравоохранение совсем спустились. Мы говорили про земельные участки, которые сейчас возникают, вопрос поднимали на форуме сейчас было. — Это вы имеете в виду многодетных именно детей. — Да, по многодетным тоже. По инвалидам, с детьми инвалидами тоже есть такая льгота, но пока первоочередную по закону идет многодетный. Пока многодетный не получит, получается, что к остальным вопросам тоже не будет. — Проблема, как бы, вопрос, наверное, в том, что, да, многодетные сейчас получают участки, и получают их в большом количестве, и даже кто-то пытается что-то на них строить. Но в большинстве случаев к ним нету дорог, к которым подъехать, да, коммуникации. Я не представляю, как среди поля строят дом. Ну, строят, то есть выходит, вот даже, допустим, нет вообще ничего, никаких построек, потому что невозможно подъехать, и появляется дом, да. То есть начинает это строить... — Ну, а как Ермак в Сибирь ходил. Начинает это строить, это просто об уникальных каких-то возможностях и подходах. А так по, допустим, даже уже около двух лет это все выделяется, да, и все это время участки просто стоят, их воспользоваться. Воспользоваться ими нельзя. — Ну, есть какие-то подвижки с точки зрения создания инфраструктуры, дорог, вообще, я же молча об облагораживании территории, да, и создание какой-то социальной инфраструктуры, ну, хотя бы дорогу-то провести, грунтовую можно? — Пока ничего нет, потому что в бюджете, да, не заложены средства, но сейчас работает рабочая группа по разработке дорожной карты по этим вопросам, и глава района дал уже обещание, что весной работы уже начнутся именно по дорогам, потому что это самое главное. — Ну, сейчас мы что заметили, вот по последней выдаче, да, участков, сейчас участки появляются ближе к дорогам, которые уже имеющие… — Так, ну, вот видите, уже процесс пошел, какой-то мыслительный, да. — Да, то есть получается, что самая большая проблема как раз в Кубинке, ну, раз шел круглый стол, ну, в Кубинке сейчас, и вот этот вопрос поднимался, и вот как раз сейчас там пока остается самое большое количество участков, к которым практически нет доступа, доступа сейчас. — Хотелось бы еще уточнить по поводу групп семейных детских садов, я так понимаю, в Никольском существует также такая история. — Я думаю, он сейчас все расскажет. — Да, к счастью, я проживаю в Одинцовском районе и имею возможность реализовать подобную группу. Прекрасная мера, которая разработана, наверное, по указу президента, реализуется достаточно давно, если не ошибаюсь, с 2006 или с 2007 года на территории Российской Федерации, но реализуется она по документации, да, и по усмотрению муниципалитетов. В Одинцовском районе три года назад я оформила такую группу, потому что у меня было трое детей до школьного возраста. То есть данная мера поддерживает родителей, воспитывает детей дома. Я трудоустроена в детский сад, я получаю от детского сада всяческую поддержку, мы можем общаться и даже на утреннике ходить в детский сад. Однако все воспитательные мероприятия проводим дома. Прекрасная мера стала менее прекрасной с сентября этого года, с сентября 2016 года, когда, ну, вероятно, в целях экономии бюджета немножко был изменен подход к многодетным семьям, требования к ним и заработная плата для мам, которые трудоустроены в таких группах, стала ниже. Я сочла нужным поднять этот вопрос, потому что хотелось бы объяснить, что данная мера достаточно хорошо может повлиять на вопросы жизни многодетных семей, особенно в сельских поселениях, где детские сады достаточно далеко находятся от наших домов. Бывают еще случаи, где, например, в семье не все дети здоровы, в таком случае мамам тоже очень удобно воспитывать своих детей дома, при этом получая заработную плату. Имея стабильный доход, имея социальный какой-то, ну, социальный пакет, да, от работодателя, имея уверенность в завтрашнем дне, нам также очень легко планировать детей дальше, мы не боимся за них, и поэтому это позволит для кого-то решать демографическую ситуацию в стране. И мы выступили с просьбой все-таки улучшить меры поддержки вот в данной категории граждан для многодетных семей, имеющих троих детей дошкольного возраста. А, ну, я так понимаю, данный вопрос, он опирается во многом на уже утвержденный бюджет поселений, то есть если проблема эта и будет решена, то не в этом году уже, я правильно понимаю? Это будет все равно прекрасное решение для всех нас. Если она вообще будет, вы имеете в виду. Я надеюсь на это. А можно вопрос такой остался по семейной группе? А если, я так поняла, вопрос половины ставки, да, оплаты, ну, то есть какого-то воспитателя, то есть 4 часа. А детский сад он принимает на какие-то, кроме мероприятий, проводит какую-то работу с детьми? Оставшиеся 4 часа? Нет, к сожалению, нет, это невозможно. Мы можем ходить на специализированные занятия в детские сады, но они проходят... А что такое специализированные? Занятия, где есть специализированные педагоги, педагог с образованием физкультурным, с музыкальным или с рисованием, потому что у меня, собственно, именно этого образования и нет, ну, и у большинства родителей. Но, к сожалению, все эти занятия проходят в разных группах в разное время, поэтому это становится абсолютно невозможным, перевести 4 детей. При этом в моем случае у меня есть ребенок, который вообще не имеет возможности ходить в детский сад, потому что ему всего лишь 2 года. Соответственно, ну, очень простое получается решение моих вопросов, когда я вынуждена отвезти одного ребенка в детский сад, потом вернуться, отвезти другого на группу кратковременного пребывания. В общем, минимальная дорога до детского сада и обратно за день. Моя составит 52 километра. Я считаю, что я намного более эффективна. Это время могу потратить, если отвезу своих детей, на занятия дополнительного образования, на спортивные секции, а общие вопросы мы реализуем дома. Это имеет очень хороший опыт в моем случае. Поэтому хотим поддержки. Да, мы хотим поддержки этой меры, мы ее рекомендуем. Конечно же, есть разные семьи, и многие из них действительно нуждаются в такой поддержке. А какой вам ответ дали на вашу просьбу этим вопросом более близко, более плотно заняться? Да, я не могу сказать, что ответ был очень положительный. Неужели нецензурный был? Ну, хотя бы действительно интересно. Хорошо, я понял, что какие-то сложности возникли. Мне было давно разъяснение, почему так произошло. Но в целом стало понятно, что вопрос, почему эта мера стала поддерживаться меньше. Потому что люди, которые пишут нормативные документы, они недостаточно хорошо понимают наши ситуации. Поэтому я считаю, что мы в первую очередь должны поднять нашу репутацию. Мы должны показать, как мы прекрасно можем воспитывать наших детей. И что данная мера поддержки... Другими словами, работать в качестве, скажем так, инвестиции в будущее. Возможно инвестиции в будущее. Абсолютно. А сейчас еще Марина проводит опрос среди семей. Да, Московской области. Расскажи немножечко. В данный момент я запустила опрос по всей Московской области, который показывает реальные цифры информированности, а вообще возможности данной меры. Показывает цифры, где эту меру, в каких муниципалитетах можно реализовать, в каких нельзя реализовать. И какие семьи в этом были бы заинтересованы, какой процент. Данный опрос включает еще ряд вопросов. И образование родителей в этой семье, и доступность детских садов. И мы, конечно, достаточно закономерные цифры получаем по мере подключения муниципалитетов. Очень плохая информированность семьи о данной мере поддержки. То есть большинство людей не знает, больше половины людей не знает о том, что такую меру можно реализовать. Есть реальные опыты. И все они, конечно же, достаточно проблемные. То есть либо люди далеко проживают, либо люди имеют нездоровых детей в семье, которые требуют какого-то дополнительного ухода. Но все семьи, которые используют эту меру, они очень довольны. Поэтому я считаю, что, конечно же, нужно нам заявить о том, что мы есть, что мы требуем поддержки. И вопрос информированности вынести, наверное, на одно из первых мест. А это вообще по опросу редкость, когда всегда дошкольники трое детей? Я сейчас расскажу. Мария Владимировна, у нас, к сожалению, по времени уже не очень сегодня получается. Я предлагаю в следующий раз, когда мы этот вопрос будем рассматривать, коснуться данной темы. Действительно, статистика вопрос интересный, потому что демографическая ситуация в стране очень резко изменилась где-то с середины 2000-х годов. И, конечно, многие нормативные акты были написаны еще тогда, и в 90-х, и так далее. Понятно, что что-то нужно менять, а менять нужно, конечно, опираясь на реальные цифры. Спасибо вам большое, что вы к нам сегодня приезжали. Уважаемые телезрители, вы смотрели передачу «Разберемся». Сегодня мы говорили о детской медицине, социальном обеспеченности населения, такого, как многодетные семьи и так далее. Дети-инвалиды, опять же. Если у вас остались какие-либо вопросы, предложение, наш телефон 508-86-84. Звоните в течение недели или сразу напрямую обращайтесь в общественную палату Одинцовского района. У них имеется весьма удобная форма обратной связи на их официальном сайте, и там же имеется адрес с электронной почты, на которую можно написать. С вами был Святослав Савенков. Берегите себя и до встречи.